Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня я бы хотела рассказать вам о том, что подарили мне за последнее время, больше всего, конечно, к 14 февраля, все мои были подарочки. И начну я с того, что долгожданный-долгожданный подарок, которого я очень ждала, ну как ждала, конечно, от меня зависела скорость его подарка, потому что я его выбирала, и все ждали, и ждали, и кричали, сколько можно снимать на айфон, когда же у тебя будет новая камера! И с нового года я выбирала себе камеру очень долго, потому что я хотела себе компактную камеру и многое-многое другое, в общем, я выбрала эту малышечку, плюс она должна была быть недорога, то есть за 50-60 тысяч камеру я себе еще пока что позволить не могу, и, ну как бы, естественно, траты из семейного бюджета не должны быть такие, вот, поэтому я выбрала себе вот такую камеру, Samsung, NX Mini, она, естественно, селфи, это была важная, важный параметр, ой-ой-ой-ой, что-то все видно! Для того, чтобы я выбрала себе камеру, еще там была камера, между которой я выбирала, это была еще Panasonic, она была дешевле на 2000, но она была черная, и, конечно же, розовый цвет меня привлек. Если брать по параметрам, сколько стоит? 18 тысяч стоит эта камера, и ты че к краю лезешь? Ты специально, чтобы мама все бросила и побежала к тебе? Че, мой маленький манипулятор, я все вижу, я все вижу, сиди вот там, не рыпайся, ты понял? Мама сейчас снимет и прибежит к тебе. Коля, то вы бы видели. В общем, там была камера еще черная, Panasonic, ну, то есть вот по бюджетному, и чтобы селфи было, я выбирала все это в ММВидео. Это бросилось мне розовое сразу в глаза, да, но если брать по фото параметрам, то Panasonic, конечно, чуть выше был. В принципе, они одинаковые тогда, но чуть выше по качеству именно фото. Видеосъемка у них была одинаковая, мне же нужна была главная видеосъемка. И, в принципе, вы уже оцените в ближайшее время, как снимает эта камера. По мне, так, краски стали более такие насыщенные, все такое яркое, мне же даже кажется, может быть, это даже пересвет какой-то. Ну, еще я с ней потихоньку разбираюсь, поэтому, если что, вы говорите, нравится, не нравится. Звук на ней хороший, уже были отзывы, потому что мы Кристине снимали на нее как раз-таки окрашивание волос. Ну, в общем, вот камера-камера. Ну, розовая, конечно же, меня вот сразу сподвигла, и плюс Samsung, у меня ноутбук мой тоже Samsung, я доверяю этой марке, мне нравится, и телефон у меня Samsung. Вау-вау, оказывается, у меня столько Samsung. Ну, в общем, вот такая камера, смотрите, как буду на нее снимать, какая будет картинка, и, может быть, вам тоже пригодится это для будущих блогеров. Дальше, что ко мне пришло, ко мне пришло, ооо, ко мне пришло, что я собираюсь скоро делать. Я вам говорила, что скоро у меня будут зубные пасты, и меня спрашивали про мои зубы, я как-нибудь расскажу отдельным видео, все это сниму. Ну, что делала я со своими зубами, свое преображение, так как я сказала, что когда я была молодая, маленькая, у меня были кривые желтые зубы. Но, на самом деле, это я утрирую, конечно, не так все было печально и фатально, тем более я вам показывала свои фотографии из прошлого, да, и никто ничего не заметил, про зубы не сказал, потому что не так все было страшно. Но, тем не менее, поддерживать свои зубы надо, и у меня, ну, вкратце скажу, что у меня наверху люминиры, это такие штучки без обтачивания зуба, которые, ну, как бы выравнивают и делают корректировку легкую, и, ну, в общем, много плюсов у этого, у этих люминиров. У меня наверху несколько штук всего лишь, то есть не все верхние зубы у меня, да, то есть вот, ну, передние зубы, фасад, как бы такая красота, да, у меня стоят люминиры. Внизу у меня свои зубы, по бокам тоже свои зубы, соответственно, их нужно было подгонять по цвету, да, все остальные зубы я отбелила давно-давно, но уже, конечно же, отбеливание это, оно как-то сходит, все равно я пью чай, кофе и ем конфеты, и, в общем, все равно я произвожу чистку, и даже те же люминиры и люминиры, все равно они должны чиститься, чиститься бережно. И ко мне пришли вот такие три пасты, офигенские просто, значит, они будут работать у нас в комплексе, тут даже вот такая штучка есть, чтобы понять, какие зубы. Но мне, не знаю, нужно определенное освещение, чтобы это понять, у меня, в принципе, в принципе, не хочу говорить, какие у меня зубы. Вообще, теперь мне начнут все в рот заглядывать. Я не буду показывать зубы, я просто, вы поверьте мне на слово, я скажу, что я буду делать, и скажу вам, какой был результат потом. Значит, смотрите, у меня будет паста, первая, которой я буду пользоваться, это вот такая паста, Blank's White Shock. Вот такая вот паста, она внутри голубенькая, я уже ее открыла. Я все хочу вам показать для того, чтобы уже, наконец-таки, начать ей пользоваться. Вот такая штучка идет в комплекте, она одевается на эту пасту, потом откручивается здесь у нас крыжечка, и уже светит свет, да, вот такой вот. Через нее мы выдавливаем пасту нам на щеточку, и за счет вот этого света паста начинает уже свое активное действие. То есть мы начинаем чистить зубки, и вот с эффектом отбеливания, то есть здесь будет отбеливание такое, которое можно результат увидеть практически сразу. И сначала я буду пользоваться вот этой пастой с утра, то есть пока она не закончится. Отбеливание такого быстрого действия. Вечером я планирую, то есть у меня целый комплекс, у меня три пасты, целый комплекс. Вечером я планирую пользоваться пастой Биар Пейр. Это паста, которая идет на восстановление эмали. То есть у нее есть такие частички всякие там внутри, я не разбираюсь особо, я буду просто говорить своим языком. И эти частички, они направлены на то, чтобы восстановить эмаль, которая может быть разрушена, или еще что-то с ней случилось, да, то есть полное восстановление зуба. Плюс то, что там находится, оно препятствует новому возникновению налета на зубах. То есть вот это практически лечение, восстановление и защита для зубов. То есть этим я буду пользоваться вечером. Также, когда у меня закончится вот эта паста, которая работает на быстрый результат сразу, я начну пользоваться пастой. Где ты, где ты? Где ты, где ты? Я начну пользоваться пастой вот этой, это Бланкс. Это тоже отбеливающая паста, но она уже идет с накопительным эффектом. То есть она не идет сразу такой эффект, что вы почистили и с первого же раза практически видели. Нет, вы будете чистить. Или она подходит для поддержания отбеливания. Если вы отбелили зубы и потом будете отбеливать их еще. То есть я планирую вот эти вот три пасты использовать в комплексе. Сначала, значит, утром это, потом вечером у меня будет все время восстановление. Когда закончится Бланкс, я буду поддерживать вот этой вот пастой для поддержания белизны зубов. Вот. Но давайте я, когда все проверю, я вам расскажу тогда весь эффект. Потому что я давно уже хочу свои нижние зубы отбелить. И даже меня не устраивает, когда я просто прихожу к соматологу. Она мне снимает весь налет. Мне хватает на неделю. И потом снова я думаю о том, что отбелить. Мне вообще пора бы поднять уже цвет зубов, чтобы он был под мои люминиры. И в итоге, чтобы все было сравнялось, ну и люминиры заодно тоже почистить как бы надо. И вот, в общем, вот так вот. Что же, что же, что же, что же. Еще у меня тут есть пробнички всякие. Я их тоже попробую. В общем, я расскажу вам примерно где-то через две недельки. Когда вот использую весь White Shock. Я расскажу. Кстати, вот здесь вот эта вот штучка, да, ей можно пользоваться. То есть я буду так делать. Почистила даже так. И потом я просто откручу и вот так еще посвечу на зубки. Для того, чтобы усилить эффект. Потому что я прям хочу отбелить их внизу как следует. Я обязательно вам скажу результат. Все ссылочки на эту продукцию я оставлю под видео. Дальше. Я недавно встретилась со своей подругой, с одноклассницей. Вы не представляете. С Леной. Может быть, кто-то из одноклассников меня смотрит. И вообще это так приятно, так клево. Я придаю всем своим одноклассникам на самом деле привет. И у нас не такой дружный был слишком класс. Не знаю, может быть, дружный, не дружный. Кто-то, может быть, дружил между собой. Но я не со всеми лично дружила. И одна из моих подруг, с кем я дружила и общалась. И мы жили вообще в одном доме. Леночка, она сейчас живет в Нью-Йорке. Она приехала за долгое время впервые к нам сюда, в Ростов. И позвонила мне, и написала, и сказала, что хочет подарить мне подарочки. Это было так мило и приятно. Она не забыла даже о моем малыше. И она подарила нам вот такой вот классный-классный-классный комбинезончик. Она подумала, что он на вырос, но, Леночка, я тебе скажу, что он как раз, как раз вот нам на весну будет. То есть, ты прям угадала, как нужно. Очень миленький, классненький, с такими штучками вот здесь. Очень приятный. Голубенький цвет. Я люблю для малыша голубенький, он тепленький. Спасибо тебе. А меня она порадовала, ой, целыми всякими бьюти-штучками. И первое, что я могу сказать, это помада металлик, которая у меня на губах. Это Перис Хилтон. Сейчас сразу вам скажу, в каком это номере вдруг вы захотите и будете спрашивать, что же за помада у меня на губах, да? Я, как всегда, вам говорю, что за помада. Это Перис Хилтон металлик лип-глосс. Здесь нет номера, здесь просто написано голд пион. Пион, голд пион, золотой пион. Наверное, это название вот этого, этой помады. Вообще красивая упаковка такая. Перис Хилтон, тра-ля-ля, крутота. Также подарила мне вот такой вот магнитик на клей... Магнитик, да, это магнитик на холодильничек. Смотрите, Нью-Йорк. Блин, Леносик, теперь частичка тебя будет всегда с нами. Я, на самом деле, с ней пообщалась. Она рассказала много интересного о Нью-Йорке. Она живет вообще на Манхэттене. Представляете, как из песни? Она хотела бежить на Манхэттене. Сынуля. Сынуля мне осталось чуть-чуть совсем. Совсем чуть-чуть. Вот такой вот кремушек для рук. Красивый цвет. Rose water. Если я правильно почитала. Ленка же, она же знает английский. И теперь... И теперь она будет следить за моим английским. Будет говорить, что я говорю правильно, что нет. Вот такой брелочек Нью-Йорк. Ой, я вообще люблю. Я люблю, когда мне дарят что-то из далекого-далека. И когда-нибудь я туда попаду. И вот такой вот еще интересный стик. Да вообще здесь написано All Over Color Stick. Я думаю, что это для всего. И вы, может быть, заметили, что у меня щучки накрашены? Я сначала думала, что это может быть как хайлайтер. Здесь вот такой вот стик. Он тоже какой-то металлик отдает. Вот, очень приятный-приятный запах. Ну, All Over, я подумала, что все, все можете мазать, что видите, да? И я такая сразу, раз-раз, как хайлайтер. Вижу, что цвет у него. Ну, думаю, ну, это румянки, наверное, мои. Так вот размазала немножечко. Вот, мне нравится. Главное, прекрасный запах. Вот и все. И мы встретились вместе с Кристинкой. С ней и Кристинке она подарила нам подарки. Может быть, она тоже вам о них расскажет. Но я вообще люблю подарки. И, Леночка, большое тебе спасибо. Я с удовольствием с тобой провела время. И, кстати, вы говорили о том, расскажи мне историю из прошлого какую-нибудь. Она вспомнила историю. Мы с ней были очень худые в школе, как нас унесло ветром. Мы завернули. Мы делали, кстати, географию. Чертили что-то там. Это она уже такие детали вспомнила. Я-то ничего не помню. Я помню только, что я улетела как-то. Мы завернули за угол. И был такой сильный ветер, что реально она говорит, ее мало того, что снесло, а меня вообще снесло. Я еще по льду там катилась. Хватила вот так за дерево. И мои ноги реально вот так вот болтыхались на ветру. В общем, мы посмеялись, вспомнили эту историю. Все наши работы были грязные. Нам даже за это поставили тройки. Хотя мы все сделали. Вот такая школа. Поэтому я ее не любила. Нет, чтобы, блин, пожалеть детей. И еще пришел мне вот такой подарок от New Star. Они делают вот такие вот классные комбинезоны для детей. Сейчас я вам покажу фотографию, как мой малыш оценил уже этот комбинезончик. Вот такой утипутипутюшечкин. Вот такой он мягкий. Он из флиса. Гипоаллергенный, как мне сказали. Для деток подходит. Мне понравился. Приятный цвет. Мягкая ткань. Очень, да. Мой малыш заоценил. В общем, когда нам будет холодно или что-нибудь, я вот так вот накину на него. И он будет в нем барахтаться. В общем, спасибо большое вам за такой милый классный подарок. Тоже приятно. Ссылочку на вот этот комбинезончик, если кому-то будет интересно. Потому что там очень много разных расцветок и на разный возраст деток. Есть вот такие комбинезончики. Ссылочку я оставлю внизу. В инстаграм можно их найти и посмотреть, что у них интересного. Ой, сколько я уже наболтала. Я вроде бы о всех подарках рассказала. Если что-то я забыла, я расскажу обязательно в следующих видео. И я рада была с вами поделиться своими няшками. Пишите, что вам подарили на 14 февраля. Порадовали ли вас ваши любимые и ваши близкие подарками. Побаловали вас. Что вам подарили. Мне очень интересно. Увидимся в комментариях. Подписка, лайк, кто в первый раз. Впереди много интересного. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok